На этой неделе отмечали Международный день памятников и исторических мест. В Омске их более двухсот. Большинство хорошо знакомо о мечам, но немало и таких, которые расположены в стороне от традиционных экскурсионных маршрутов. Тропа к ним не то чтобы заросла, а скорее просто не была протоптана. Дмитрий Куканас нашел малоизвестные, незаслуженно забытые и по-настоящему уникальные памятники. Один из старейших фонтанов в городе, в этом году ему исполняется 80 лет, установлен перед главным корпусом аграрного университета. И оформлен вот такой необычной скульптурной группой. Что символизируют лягушки, обращенные к крокодилу, сегодня, наверное, уже никто и не знает. В 60-е здесь был центр культурной жизни и самый красивый в городе цветник. А современная молодежь называет фонтан памятником Зуми. Есть такая популярная компьютерная игра, главный персонаж которой очень похожа на этих лягушках. Представителей фауны можно встретить и в Старом Кировске, в сквере на улице Мельничный слон, носорог, верблюд, кенгуру и почему-то змей Горыныч. Вот такой вот странный и загадочный зоопарк. Фигуры устроены таким образом, чтобы по ним можно спокойно полазить. Детям точно будет интересно. Ну а двумя годами раньше скульптуры привели в порядок, и теперь желающих отдохнуть здесь стало гораздо больше. Земной шар, крутящийся в колесе времени и стоящий на трех опорах. Добросовестность, профессионализм и служение. Пожалуй, это один из самых неоднозначных омских памятников, но единственный в стране установленный, цитирую, вознаменование многочисленных достижений государственной статистики. Автор эскиза Анатолий Агейенко, один из руководителей Омск-Статор. Говорят, его вдохновили подобные сооружения в Германии, а изготовили конструкцию в исправительной колонии номер 6. А вот другую необычную и глубоко метафоричную скульптуру ничего теперь смогут увидеть разве что на фотографиях. Работа Александра Капралова «Между небом и землей» стояла на улице Чапаева, но купивший ее бизнесмен свернул дела в Омске и переехал, забрав с собой. Коммунальный карась уплыл, но остался верен заложенному в него смыслу. Люди живут в ожидании чего-то светлого, ради которого иногда необходимо оторваться от насиженных мест. Дмитрий Куканас, Антон Щетинин. Омск здесь.